Начало заседания задержалось. Бюджетный комитет дорабатывал надфилем достаточно важные расходные строки. В последний момент были изысканы средства на спорт, сельское хозяйство и поддержку малого бизнеса. Подвинуться пришлось муниципалитетам, но именно к ним спортивные и фермерские деньги должны вернуться при помощи федерации, считают депутаты. Эти средства, которые выделены сегодня, они приведут за собой деньги федеральных программ. Именно поэтому мы сочли возможным чуть уменьшить субвенцию муниципалитетам, за счет этого средства направить в сельское хозяйство, а ведь полученное софинансирование, оно пойдет в те же наши муниципалитеты. Кроме того, за счет перераспределения удалось найти средства на индексацию выплат ряду категорий, репрессированным детям из патронатных семей, ветеранам труда. Но осторожные оппозиционеры не устают напоминать, расходы просчитаны по оптимистичным доходам, а карта может лечь по-разному. Самые незащищенные по-прежнему не защищены. Спорт, социалка, культура у нас. Все, что и так не защищено, все, что и так, скажем так, минимизировано, оно в первую очередь и пострадает. А, соответственно, содержание департаментов и прочего, оно останется на прежнем уровне. Коммунисты берут быка за рога и обвиняют власть в грехе слабой работы с расходной частью в предыдущие годы. В рискованное время деньгами сорить не стоит, уверен Владимир Кленов. Меня очень беспокоит, что в свое время толстосомам дали 300 миллионов рублей на Иваново-регион «Синтез». Они эти денежки, я как предполагаю, положили на депозитный счет и получали по 30 миллионов в год, а к концу сделали этот проект. Руководство Думы уверенно смотрит в будущее. Виктор Смирнов считает, что галлопирующей инфляции не будет. Бюджетный оптимизм имеет под собой надежную почву. Мы рассчитываем, что те расходы, которые определили для себя в Ивановской области, у нас есть с чем финансировать при любых ценах на нефть. Что будет с индексом потребительских цен, будем смотреть, но в любом случае без поддержки не оставим никого из тех, кто имеет право на получение адресной помощи из бюджета. В качестве примера Виктор Смирнов приводит 2014 год. Тогда финансисты тоже с опаской следили за исполнением отдельных статей бюджета. Тем не менее, итог тревог не оправдал. Сергей Хохлов, Владимир Хмелев, программа «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...